И вновь о погоде. Ее каприза этим летом, пожалуй, самая обсуждаемая тема. Особенно тяжело приходится метеозависимым людям. О том, как пережить атмосферную чехарду и придет ли к нам тепло, расскажем в нашем сюжете. Непредсказуемость – главный девиз нынешнего лета. Утреннее солнце сменяют полуденный ливень, переходящий то ли в град, то ли в снег. С такой ежедневной чехардой времен года вынужденно смирилось большинство жителей центрального региона. Тренд сезона – плащи, куртки и резиновые сапоги. В социальных сетях фото и видео свежевыпавшего июньского снега с хэштегом «Апокалипсис». 22 июня. Великий Новгород. Вот так вот оно бывает. Но если для здоровых людей каприза погоды – повод для иронии в интернете по поводу количества попыток убрать в шкаф зимние вещи, то значительной части так называемого «метеозависимого» населения вовсе не до смеха. Первыми на погоду, а точнее на смену атмосферного давления, реагируют гипотоники – люди, страдающие пониженным артериальным давлением. У них снижается давление еще ниже. Начинается снижение работоспособности, если это люди работающие. То есть у них наблюдается головокружение. Они, в общем-то, обращаются в поликлинику с тем, что они не могут работать, потому что у них как снижается приток жизненных сил. Что можно порекомендовать таким пациентам? Больше бывать на свежем воздухе, возможно, принимать какие-то адаптогенные препараты, как электроакокк, женьшень. Ну и, несомненно, обращаться к врачу нужно. Гипертоников же подстерегает другая опасность. При жаркой погоде они чувствуют себя настолько прекрасно, что перестают принимать лекарства. И непредсказуемость небесной канцелярии, сменяющей жару внезапным похолоданием, оборачивается для них серьезными осложнениями, вплоть до инсульта. Ангины и простуды, к сожалению, тоже спутники этого лета. Неудивительно, выходя из дома при ясном небе, на обратной дороге рискуешь промокнуть до нитки под проливным дождем и пронизывающим ветром. Нужно, конечно, слушать прогноз погоды, да, и одеваться нужно по погоде. То есть, если вы слышите, что будет дождь, взять с собой зонтик, будет не лишним, да, и курточку тоже накинуть. Если вдруг вы промокли насквозь, ну, приходите домой, да, если это возможно, побыстрее после работы принимайте теплый душ и пейте горячий чай. С лимоном, с малиной, с медом – это как общие методы оздоравливания. Тем более, что синоптики пока утешить не могут. Конец июня, как и начало июля, настоящего теплана, судя по всему, не принесут. В предстоящие дни отжидается кратковременное улучшение. В четверг-пятницу температура повысится до 23-28 градусов, но завершится рабочая неделя очередным активным циклоном с северо-запада и новой серией сильных дождей с грозами и усилением ветра. Неустойчивый характер погоды сохранится и в первую неделю июля. Небольшое повышение температурного фона будет сопровождаться ревнивыми осадками. Температура воздуха в ночные часы ожидается от 10 до 15 градусов. Днем температура повысится до 20-25. И если известная фраза про природу, у которой нет плохой погоды, вас больше не утешает, вспомните, что на планете полно прекрасных мест, где солнечных дней намного больше, чем пасмурных. И даже в самой любимой работе полезно сделать перерыв. Ольга Ионова, Нина Крючек, Петр Самусов, Олег Федоров. Новости Новгородское областное телевидение.